В этом году традиционный крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божьей Матери – 19-й по счёту. За несколько месяцев икона успевает побывать во всех приходах Симбирской митрополии. В областном центре святыню встретили у поклонного креста на месте уничтоженного в 1930-е годы Троицкого кафедрального собора Симбирска. По центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора прошли более 500 верующих. Люди идут в крестный ход добровольно, по зову сердца, чтобы быть ближе к Богу. Кто-то участвует впервые, а для кого-то крестный ход стал доброй традицией. О чём хотели бы помолиться Божьей Матери? Ну, конечно, о России первой, о нашем христианском, чтобы у нас укрепилась вера. Ну и, конечно, о нашем городе, храме, о наших батюшек и о своей, конечно, семье и о усопших. Мне бы хотелось попросить покаяния у Господа. А мне очень нравится обстановка такая, ну, очень такая она необычная. Помолиться, конечно, о детях, о родителях, помолиться, кто сейчас у нас защищает нашу Родину, за них обязательно помолиться. Вот. Ну и вообще за всех православных, дай Бог, чтобы был мир и хорошее настроение, и у всех здоровые были. Образ Пресвятой Богородицы из села Жадовка издавна почитался в Симбирской губернии, как исцеляющий многие болезни, помогающий при всевозможных стихийных бедствиях. Традиция проводить крестный ход сохранялась до 1924 года. Потом настало безбожное время. Традиция была возобновлена лишь спустя 80 лет. В этот же день священнослужители совершили празднование в честь Собора Симбирских святых. По благословению митрополита оно было перенесено в этом году с 3 июня на 27 мая. В этом году, 3 июня, это Троицкая родительская суббота. И вот, чтобы не совмещать два этих, как достаточно почитаемых в народе праздника, память Симбирских святых была перенесена на сегодняшний день. Для нас это очень важный день, это очень значимый праздник, потому что в этом году по решениям Священного Синода увеличен Собор Симбирских святых. Там в нем было 8 человек, сейчас их 14, прибавлено еще шестеро. Божественную литургию в Спасово-Зенесенском Соборе совершили архипастырь митрополии. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил всех православных ульяновцев с празднованием Собора Симбирских святых, Днем памяти блаженного Андрея Симбирского и возможностью прикоснуться к чудотворной жадовской казанской иконе Божьей Матери. Мы сегодня имеем возможность прикоснуться к чудотворной иконе к жадовской казанской иконе Божьей Матери. Это действительно чудотворная икона. И я думаю, что каждый из них будет звонить. Казанская жадовская икона Божьей Матери будет находиться в Ульяновске до 20 июня. За это время она посетит все приходы областного центра. С расписанием можно ознакомиться на сайте Симбирской митрополии.